Снежный человек Серийный экземпляр внешне очень отличается от концепта. Дизайнеры сместили акцент в сторону узнаваемости. Необычные линии дверей и замысловатые ручки уступили место более традиционному решению. Линии передка подчеркивают фамильное родство с Румстером. Овал радиаторной решетки вообще фирменная черта Шкоды. Задняя часть разработана с нуля. Здесь вертикальные стойки и отвесно стоящая задняя дверь. Фонари у концепт-кара выглядели куда свежее и интереснее. В целом не ясно, почему дизайнеры Шкоды переосмыслили концепт и выдали в серию более постный вариант. Возможно, дерзкий имидж прототипа взорвал бы рынок и привлек к еде намного больше внимания. Однако аналогичный шаг японцев с моделью Хонда Элемент такого эффекта не дал. Но пора перестать сравнивать концепт и серийный образец и вникнуть в суть. Йети это семейное авто от и до. Для городских поездок он достаточно компактный и экономичный. В путешествии удивит приличной проходимостью и комфортом. Как и в Румстере, задние сидения расположены выше передних. Салон трансформируется в гигантское спальное место или в грузовую платформу. Повсюду крючки, полочки и кронштейны, с которыми так удобно в пути. С цветовым решением салона можно поспорить. Деревянные ставки тускловаты, однако чувствуется немецкая солидность. В линейке моторов два бензиновых агрегата и три дизеля от 105 до 170 сил. Все они отвечают экологическим нормам Евро-5. К сожалению, в России дизельные комплектации продаваться не будут. На всех бензиновых полноприводных Yeti шестиступенчатые механические коробки. Система полного привода такая же, как на Octavia и Superb. Руководит раздачей момента муфта Haldex четвертого поколения. На сухой дороге почти вся мощность идет на передние колеса, но стоит завязнуть и крутящий момент идет на заднюю ось. В связке с муфтой работают ABS и система курсовой устойчивости. Есть и режим off-road. Вся электроника перестраивается под движение по бездорожью. Даже педаль газа становится более чувствительной. Конечно, с дорожным просветом 18 см не стоит ждать от Yeti прыти лэнд-крузера. Но потягаться в кросс-кантри с конкурентами он может. Кстати, одноклассники модели Nissan Qashqai, Kia Sportage и Suzuki Grand Vitara. Из этой троицы только Grand Vitara имеет вес в мире off-road. Что в итоге? Практичный авто с незамысловатой, но актуальной внешностью. Высокие оценки в краш-тестах и внедорожных испытаниях. Но сенсации, как в 2005 году, не получилось. Именно тогда в Женеве Skoda представила прототип забавного и необычного кроссовера. Так что можно сказать, что чешский концерн немного опоздал с выпуском новой модели. Продолжение следует...